Ну и волне с городом. Радио Болтком. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире после небольшого перерыва снова с вами «Зелёная лампа». Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте всем. И я Рита Трошкина. И у нас сегодня интересные гости. Их несколько. Ну, во-первых, гость программы Ирина Куропнец. Это руководитель организации «Альтернативная реальность». Мы так понимаем, что мы сегодня в «Альтернативную реальность» будем вместе с вами путешествовать. Здравствуйте, Ирина. Доброго дня, Рита. Ольга, здравствуйте. Да. Вы нам расскажете, что это такое и как мы будем жить дальше. А также Ирина – организатор очень многих творческих проектов. И вот в частности проект, который, безусловно, многих интересует, это культурный фестиваль «Майский граф». Об этом мы тоже будем сегодня говорить. Вместе с Ириной у нас в Зуме сегодня, да, её коллеги. И мы попросим представить их. Ирина, расскажите, кто с вами вместе? Да, я сегодня не одна. Я решила не отдуваться самостоятельно, поэтому позвала самых классных и позитивных своих коллег. В первую очередь со мной вместе будет Сергей Думбадзе. Он – сорганизатор всех проектов. Мы с ним работаем уже больше восьми лет вместе. И в том числе «Майский граф» и остальные наши проекты. Всё это совместное творчество. Мы помашем ему сейчас. Да-да-да, можно даже помахать. Да. Двое молодых коллег – это наше, так сказать, достояние республики. Это молодёжь, которую мы выращиваем, скажем так. Мы считаем, что это очень талантливые и с большим потенциалом молодые люди с совершенно разными своими талантами, которые каким-то образом попали в нашу альтернативную реальность и задержались уже года на 3-4, и в ней растут. И мы смотрим, что из этого получается. Довольно интересно. Очень приятно. Наталья. Наталья. И Егор. А вот Егора мы не видим почему-то. Добрый. Странно, но очень приятно. Егор. Вот Егор, да. Теперь видим. Да, да. Теперь видим. И мы напомним нашим радиослушателям, что такое программа «Зелёная лампа», как она устроена и зачем вообще она придумана. Мы очень рады, что с сегодняшнего дня мы возобновляем, открываем новый сезон акции «День добрых дел» на Радио Болтко. И каждую неделю мы помогаем или ребёнку, или взрослому, который оказался в сложной ситуации, и когда семья не может самостоятельно справиться с оплатой медицинских счетов, когда вопрос жизни и здоровья зависит от денег. Мы работаем в сотрудничестве с благотворительным фондом «БиОупен». Специалисты фонда изучают каждую ситуацию, документы, медицинские показания, открывают благотворительный счёт, и на неделю для этого человека подключается благотворительный телефон. На этой неделе наш телефон работает для 10-летней девочки Селины Скудры из Бауски. Мы публикуем на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» подробную историю фотографий нашего героя. На нашей странице в Facebook в рубрике «Зелёная лампа» мы ежедневно сообщаем об итогах сбора средств, сколько поступило денег на счёт, сколько поступило звонков. И раз в неделю у нас выходит на Радио Болтком программа «Зелёная лампа», мы приглашаем гостей. С гостями мы говорим о доброте, о позитивных каких-то идеях, проектах, о смыслах. И мы приглашаем наших гостей, вот как сегодня Ирину, Сергея, Егора, Наталью, тоже поделиться на своих страничках в социальных сетях историей нашей девочки Селины, пригласить своих друзей каким-то образом поучаствовать и поделиться. И таким образом работает цепочка добра. И получаются хорошие результаты. И мы думаем, что мы соберём девочки на операцию. Операция на ногах сейчас, ей каждый шаг даётся с болью. И операция будет проведена в Чехии. Цена вопроса этого проекта – 2900 евро. Мы приглашаем всех сделать звонок по телефону 930-6384. Это 1 евро 42 центов за звонок для Селины. И все эти маленькие звоночки, как мы обычно говорим, соединятся в большую помощь. Потому что девочке реально нужна эта операция как можно скорее. Ну а сегодня напоминаем, что у нас в гостях Ирина Курпнец, руководитель организации «Альтернативная реальность» и её юные коллеги. Ирина, вот на вашей страничке в Фейсбуке есть такая запись. «Вопреки всему мы продолжаем верить в прекрасное». Очень актуальны, кстати, слова, да? «Слушать новости – это калечит психику, но так как мы альтернативно одарённые, можем позволить себе верить в светлое будущее, даже не в отдельно взятой стране». Вот это ваше кредо, убеждение, и как вот эти слова реализуются в реальности не альтернативной, а вот обычной? Это к Ирине. Ну, в реальности, по-моему, они очень плотно пересекаются. На самом деле, я даже не знаю, с чего начать. Я не ожидала, что вы этот пост на Фейсбуке мой почему-то заметите. Ну как, верить в прекрасное – это нам нравится. Первый абзац, но это то, как мы живём. Мы действительно, вопреки всему, что происходит сейчас, продолжаем верить в прекрасное, да, и мы считаем, что, ну, наверное, за себя скажу, но думаю, что и коллеги со мной согласятся, то в нашей реальности, наверное, мы всё-таки предпочитаем замечать более позитивные акценты и моменты жизни, оставляем не то, чтобы за скобками, конечно, мы учитываем все негативные моменты, которые сейчас происходят, но нельзя на них акцентироваться и замыкаться. Поэтому я считаю, что нужно учиться выходить за свои границы, за свои рамки и смотреть вперёд и уметь видеть хорошее во всём. Вот замечательно. Остаётся только добавить, что вы не только замечаете хорошее, но его сами создаёте. Давайте по этому вот первый вопрос начнём со стороны Мандарини. Это очень известный проект ваш, который много лет вы делаете. Чуть подробнее расскажите, и как это было в этом году, с учётом того, что никому никуда нельзя было прийти? Проект, значит, в 2013 году, и каждый год он собирает вокруг себя массу неравнодушных людей. Наши проекты – это волонтёрские проекты все, по сути. Они собирают людей, которые готовы помочь во имя какой-то общей цели. Тем самым они помогают не только, допустим, в данном случае детям из неблагополучных семей или детских домов, в чём заключается страна Мандарини, но они помогают и себе. Каждый из людей-волонтёров что-то открывает для себя в этом. Но это новогодний праздник. Что это такое? Страна Мандарини изначально задумывалась как серия новогодних праздников для детей из социально неблагополучной среды. Вместе с детьми из обычных семей для того, чтобы их объединять, для того, чтобы дети могли общаться между собой, знакомиться и не бояться встраиваться в разную среду, в разное общество. В принципе, это интеграция, конечно, если сказать так. Но в игровой форме. Вообще мы предпочитаем все проекты делать в игровой и фантазийной форме. Я считаю, что это облегчает подход. В этом же и наши лагеря, летние лагеря страны Мандарини, которые последние пять лет — это не только зимний праздник, но летом это летний тренинг лагеря в рыцарской тематике. То есть сказку мы несем в жизнь, а, как известно, в каждой сказке есть намёк и урок. А вот вопрос такой, в этом году, да, как вот этот праздник-то проходил? То есть это всё онлайн, плюсы-минусы, скажите, вот, на ваш взгляд, какие? А давайте-ка я сейчас как раз-таки передам слово Сергею, свою организатору, и Наталье. И вот они будут отдаваться за проект этого года. Давайте, расскажите нам. Сергей? В принципе, за много лет Мандарини стала, ну, при одной, наверное, самой большой социальной ёлкой в Латвии, да, то есть каждый год более 300 детей из социально неблагополучных семей, детских домов приезжают в Мандаринию. Раньше-то были разные места, где она проводилась, сейчас это чаще всего происходит именно в альтернативной реальности. И для них устраивается праздник со столом и так далее. В этом году мы столкнулись, в этот Новый год мы столкнулись с тем, что таким образом сделать ёлку невозможно. Но тот эффект сказки, да, то есть одна из задач, которую мы ставим перед собой, это то, что любой участник проекта, будь это ребёнок или взрослый, попадая к нам, он как бы попадает в сказку, где действуют все те же самые принципы, которые действуют в сказке. Добро побеждает зло, соответственно, есть возможность научиться чему-то хорошему и так далее. Вот, поэтому мы использовали технологии, мы использовали как возможность онлайн общения с детьми через Zoom. Точно так же мы снимали интерактивный фильм с вариациями продолжения, где дети сами принимали решение, как будет развиваться сюжет. Получилось так, что у детей, которые смотрели фильм, возникало ощущение, что... Сюжет примерно был-то следующим. В волшебной стране впервые происходит... Есть возможность с помощью волшебного прибора сделать трансляцию на внешний мир, то есть на мир людей. И, соответственно, дети являются первыми зрителями этой трансляции. Егор был одним из блогеров, который вёл эту трансляцию и рассказывал и показывал мир сказки и волшебства, где живут самые разные сказочные персонажи, в том числе и Дед Мороз, Санта-Клаус и так далее. То есть, Сергей, можно вполне в режиме онлайн тоже сделать такое интересное интерактивное мероприятие? Мы не делали его чисто в онлайн, в этом-то и дело. С одной стороны, дети контактировали, меняли сюжет, взаимодействовали с персонажами онлайн. С другой стороны, в конце сказки эти же персонажи оказывались под окнами их детского дома, например, или социального центра, где они находятся, и, соответственно, с мешком подарков. Заранее подарки были переданы в детский дом специальным образом, чтобы они уже были на месте. И получалось так, что сказка выходила из экрана в реальность, и они видели эльфов, которые несут им подарки, и потом воспитатели отдавали им сразу же подарки. То есть, получался полный эффект реальности. Воспитатели вам потом рассказывали, как дети реагировали, какие у них эмоции? В принципе, это было видно даже в окна. То есть, для ребенка, который минуту назад видел этих персонажей на экране и общался с ними, и через минуту он видит их в реальности у себя под окнами, он понимает, что да, что-то произошло, он видит эти подарки, он их получает. Естественно, радость, дети, машущие в окна, это очень-очень яркий момент, важный момент для всех волонтеров, потому что те эмоции, которые, с одной стороны, мы дарим, детям, они же возвращаются и обратно. Поэтому я всем, кстати, очень-очень рекомендую, кто слушает сейчас нас, попробовать себя, если вы не пробовали в качестве волонтеров каких-то социально-благотворительных проектов, просто попробуйте, придите в любую организацию и поучаствуйте. Мы еще об этом подробнее скажем в конце. Спасибо, Сергей. Мы сейчас хотим напомнить, что наш телефон благотворительный, зеленые лампы, работает для маленькой девочки Селины из Балски, которой очень нужна операция на ножках. Это телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек. Мы говорили о том, как важно устроить для детей праздник, а сегодняшняя наша программа посвящена одному конкретному ребенку, десятилетнему, для которого мы все вместе можем устроить, в общем-то, не просто праздник, а изменить ее жизнь. Потому что та операция, которую подобрали для нее в клинике в Праге, она в буквальном смысле поставит ее на ноги. В конце программы мы еще поделимся очень важной информацией об этом методе. Она будет интересна и полезна родителям всех детей с ДЦП и с проблемами опорно-двигательного аппарата. Но сейчас вот мы просим вашей помощи. И счет для пожертвований в благотворительном фонде BeOpen открыт и опубликован. Пожалуйста, сайт mixnews.lv, рубрика «Зеленая лампа». А сейчас такой у нас вопрос к нашим гостям. Все-таки давайте вот расскажите хотя бы в двух словах. Альтернативная реальность, почему вы такое название себе придумали? Чем вас не устраивает наша реальность? Как я уже говорила, альтернативная может быть просто потому, что мы акцентируемся не на обыденности, а немножко стараемся заглядывать за ее рамки, за ее границы. Желательно вперед и вверх. Название само по себе как-то пришло, как и остальные наши названия приходят в названия разных проектов. Все это было уже в 2012 году, поэтому я даже не могу сейчас вспомнить, как это все сложилось, но из всех возможных названий почему-то вот именно это легло на душу тогда и продолжает обрастать подробностями и сейчас. Ну нам тоже очень нравится. Ирина, ну у кого… Ну и нам нравится, заходите, нам в принципе в нашей реальности очень хорошо. Да-да-да, обменяемся реальностями, давайте так, чтобы все наши реальности были хорошими и светлыми. Логично, давайте в этом направлении двигаться, мы только за. Ну мы двигаемся. Как-то говорят, нам просто притягиваются люди, которые тоже готовы как-то развиваться и идти вперед, заглядывая за какие-то собственные границы, которые готовы открывать в себе что-то новое, давать людям что-то свое, новое. Поэтому мы как-то взаимно изменяемся, учимся, и все это постоянно трансформируется. Главное, чтобы не было застоя. Ваш самый такой яркий за последние годы проект, наверное, это «Майский граф», фестиваль, которого люди ждут. Состоится ли он в этом году? Вот все ждут эту информацию, расскажите нам. Правда ждут? Конечно. Мы каждый раз спрашиваем себя, а действительно это людям нужно? Если да, то, разумеется, мы готовы продолжать эту историю. Что это такое? То есть сначала был фестиваль современный Ренессанс, а потом вы сделали «Майский граф» фестиваль со старинными традициями. Да, совершенно верно. Про старинную традицию «Майского графа» сейчас вкратце скажет Сергей, а я продолжу про то, как это пройдет в этом году. Хорошо? Давайте. Отлично. «Майский граф» – один из старейших праздников в Риге, который существует в хрониках уже порядка, ну, практически 500 лет. То есть мы с этим праздником имеем дело, но он уходит корнями в еще более раннее прошлое. Не будем сейчас зацикливаться на этом моменте, потому что, в принципе, в интернете достаточно много материала есть на тему истории происхождения праздника «Майский граф». В настоящий момент, на сегодняшний день, мы видим этот праздник как такой своего рода карнавал воплощения, место, где человек может реализовать свои творческие способности, открыть себя, то есть взаимодействовать с другими, создать праздник себе и окружающим. В последние два года мы считаем, что очень важно именно, чтобы «Майский граф» состоялся и был, потому что, честно, вот в условиях такой самоизоляции люди как бы очень сильно атомизируются, превращаются в один очень многое. Нужно что-то такое, чтобы немножко встряхнуло и создало. Если вы вспомните, в средние века, то есть карнавальная культура, когда зарождалась, то в той же Европе, то есть она решала ту же самую функцию, что человек устает от бытовухи, об этом, кстати, прекрасно пишет бахтийный историк, человек устает от бытовухи, и для того, чтобы на какое-то время отвлечься, перевернуться и запастись позитивными эмоциями, создается карнавал, который дает ему возможность побыть кем угодно, кем он никогда не был. Шут может переодеться королем, король может переодеться в нищего, почувствовать себя совершенно в другой роли, и тем самым раскрасить свою жизнь. Вот, Ирина. Что будет в этом году? Раскройте секрет. И будет ли, и как? Как это будет? Я могу сказать следующее. Он будет, и он будет благодаря тому, что мы получили поддержку Европейского корпуса солидарности, поскольку майский граф сейчас не просто карнавал, но это тематическое мероприятие, которое объединяет людей и создается волонтерами, и кроме того, оно объединяет самые разные культуры. Как Сергей сказал, изначально это же не просто латвийский праздник, эта традиция была распространена во многих странах Европы. И, соответственно, мы объединили разные культуры, не только Европы, но и других частей света, потому что мы, в общем-то, не ограничиваем себя и свою деятельность только Европой. И мы хотим создать такой микс, может быть, из сказки, реальности, фантазии, каких-то желаний, творческих возможностей, для того, чтобы в этой атмосфере люди действительно могли не только что-то новое узнать о других, но и о себе. Как правило, люди, преображаясь, наоборот, открывают свою натуру. И иногда это очень интересно наблюдать. Ведь даже выбор костюма человека для майского графа очень много говорит о нём самом. Не зря в конкурсе костюмов мы всегда можем видеть личность человека, не просто костюм, надетый на него. Это очень важно. А для многих участников, которые в майском графе участвуют уже несколько лет, иногда жизнь меняется, иногда даже кардинально меняется, потому что человек для себя что-то новое открыл. Внезапно он увлёкся пошивом костюмов, чем он никогда в жизни не занимался. Или открыл для себя какое-то ремесло, которое он встретил на майском графе. Или познакомился с кем-то. Да, люди постоянно у нас знакомятся. У нас вообще, в принципе, место перекрёсток, куда люди приходят, знакомятся, что-то приносят от себя, что-то уносят с собой. И вот такое текучее место. И майский граф это всего лишь один из наших перекрёстков. Ну вот давайте конкретно, конкретные, скажем, даты явки, пароли. Ага. Ну ладно. Один из секретов на этот год. 15 мая это наша первая точка, на которую мы ориентируемся. Да? 15 мая. Формат фестиваля, конечно же, будет зависеть от того, какие разрешения будут на эту дату. Можно будет проводить концерт, будет концерт. Нельзя будет проводить концерт, значит, мы будем делать иначе. Какой парк из рижских парков мы выберем для этого? Давайте-ка я про это сейчас пока не скажу. Мы это обязательно опубликуем буквально в течение пар недель. Потому что парки в Риге очень красивые, и мы сейчас определяемся, в каком именно мы будем делать в этом году. А есть ли какие-то тематические направления, в рамках которых нужно мыслить, чтобы уже фантазировать на тему костюма? Каждый год в рамках майского графа проходит конкурс костюмов. И в нём есть несколько номинаций. Есть исторические, есть фантазийные, в том числе карнавальные. Это разные всё-таки вещи, и исторические костюмы должны соответствовать эпохе, странам, персонажам. А в карнавальных и фантазийных костюмах собственно границы действительно человек ставит себе сам. Важно, чтобы эти костюмы были сделаны самостоятельно. Потому что будет несправедливо, если один человек просто арендовал где-то в прокате красивый, классный костюм, а второй вышивал его почти год, пришивая каждую бисеринку и выверяя всё с гуглом, с интернетом, и они будут равноценны. Поэтому важно, чтобы люди готовились, и мы хотим сказать сегодня, готовьтесь, майский граф будет, конкурс костюмов будет обязательно. и вдруг, если как-нибудь 15 мая не сможет, скажем так, удовлетворить наши все потребности в реализации праздника, у нас есть запасная дата. И запасная резервация это 28 августа. Вот знаете, что у нас здесь присутствует Егор, который называется «Волшебник-репетитор», мы попросим ваших волшебников немножко там какие-то заклинания, чтобы всё наладилось к маю, чтобы нас выпустили на волю, чтобы вся эта ерунда закончилась. А почему Егор называется «Волшебник-репетитор», объясните нам. Потому что мы сейчас о стране Нарнии, наверное, поговорим немножко, да, Ирина? Нет, у нас все взаимосвязаны, майский граф перетекает в Нарнию, она в Мандаринию, и всё это идёт, в общем-то, одним потоком. Егор участвует во всех проектах, так что он расскажет и о репетиторах, которые идут от Нарнии, но в майском графе он тоже участвует всегда. Егор, расскажи, почему ты репетитор и почему ты волшебник. Добрый день, изначально на вашу просьбу сказать запринание. Я, конечно, с удовольствием соглашусь, но фокус-фокус, чара-марба, мара-абракадабра, так что всегда, пожалуйста, всё будет замечательно. Вот, наконец-то, нам довелось поговорить с волшебником. Да, как говорится, ловкость рук и никакого обмана, но не суть в этом. Я действительно участвую в деятельности альтернативной реальности на протяжении уже пяти лет, плюс-минус, и участвовал как в «Мандарине», майском графе, как и в проектах по репетиторству, так и в создании радио. В данный момент я ориентируюсь на репетиторство для детей от первого по шестой класс. Я репетитор по английскому, русскому истории, латвийский и мировой. И суть проекта в том, что мы преподаем неформальное обучение, то есть мы даем полностью школьную базу, которая необходима у ребенка для выполнения домашнего задания или же для саморазвития в то или иное направлении, при учете того, что мы подаем в качестве воображаемых персонажей, фантастических персонажей, то, что математика это магия цифр, то, что историю может преподавать какой-то реальный исторический персонаж и такого плана. Я сам по себе попал в альтернативную реальность достаточно давно и уже стерлись эти границы, когда она перетекла из простого нацерства в постоянную роль деятельности. Мастер-граф фантастическое мероприятие, на котором я совершал реально очень много интереснейших историй. Допустим, один раз я пришел туда, один вернулся с девушкой. Уже хорошо. Не один раз, Егор, не один. Ну, не один раз, но с одной и той же девушкой. Это такая традиция у майского графа, да? Обязательно мы приглашаем всех участвовать, потому что одна из традиций, пришел один, а ушел со спутником или со спутницей. Ну, как повезет, но повезло, что со спутницей. Да, также у нас есть различные проекты создания радио с инвалидами, которые просто хотят попробовать себя в каком-то ином роде деятельности, и мы предоставим им такую возможность. Это как благотворительное мероприятие, которое действительно помогает людям. А куда обращаться можно по этому поводу? У нас есть, я думаю, Ирина, лучше ответить на этот вопрос, или Сергей, по обращению. Сергей, наверное, да, ты хотел сказать? Я добавить хотел, в принципе, почему альтернативная реальность, и в чем путь. Туда приходят, вот Ирина хорошо сказала про перекресток, самые разные люди, и это место, это не дорога в направлении, в одном направлении, там, на север, или на юг, на запад, или на восток, это место, где есть возможность двигаться куда угодно. И вот ребята приходят, и иногда, то есть не все идеи, которые реализуются в альтернативной реальности, придумывают мы с Ирины. Очень часто появляется новый человек, он сначала приходит как волонтер, пробует, а потом говорит, что у меня вот такая вот идея или мечта есть, и потом мы все вместе пытаемся ее реализовать, чтобы она получилась. И у нас в качестве волонтера диджея на Мандарине был один молодой человек, у него есть ограниченные возможности, очень серьезные проблемы со зрением, соответственно, он обожает музыку, звук, все, что с этим связано, но в каких-то других сферах он реализовывается сложно. И у него была мечта начать делать свое радио. Соответственно, через какое-то время мы попробовали с разных сторон и создали проект, написали проект, про это Ирина, наверное, лучше расскажет, да, то есть и он прошел конкурс, и сейчас те ребята вместе, несколько ребят с ограниченными возможностями по зрению вместе с Егором делают радио, и через какое-то время, я думаю, что мы их услышим в эфире. Ну вот, а сейчас мы напомним радиослушателям, что наша программа посвящена помощи девочке тоже с ограниченными возможностями. Мы знаем эту девочку уже два года, два года назад с помощью наших радиослушателей мы помогали оплатить ей ортезы для ног. И вот этой осенью она практически встала с инвалидной коляски, потому что мама занималась ее реабилитацией, различными реабилитационными мероприятиями. Сейчас она уже ходит опираясь на такие ходунки на колесиках, но уже делает сама шаги и может сама стоять на ногах. То есть это вообще космический фантастический прорыв. Очень трогательная фотография она нам прислала. Как ребенок лепит снеговика. Он идет, собирает снег и как-то конструирует этого снеговика. Селина, она сидит на попе на снегу и сидя лепит. И вот эта операция, которая сейчас предстоит, ее ждут уже определен конкретный доктор, который будет делать ей эту операцию. Она стоит 2950 евро и именно на эту операцию мы просим помощи, потому что девочка умница, красавица, она по рейтингу лучшая в своем классе, старательная, послушная, очень романтичная, светлая и тоже верит в чудеса и в сказки. И мы тоже верим, что мы сможем ей помочь. Телефон 930-6384 евро 42 цента за звоночек. И Селина за свою десятилетнюю жизнь натерпелась так много. У нее, помимо этого, еще там были послеродовой травмы были и другие проблемы, очень серьезные со здоровьем. Все это написали, рассказ о ней на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Вы можете посмотреть на фотографии и почитать про эту чудесную девочку. Там достаточно драматическая такая история. Она, я считаю, ни одного человека не оставит равнодушным. Ну, сейчас мы продолжаем разговор с нашими гостями из альтернативной реальности. Значит, что еще в этом году вы, что такого собираетесь натворить еще в этом году? Расскажите нам, пожалуйста, к чему мы можем призвать присоединиться наших радиослушателей? Ой, только дайте работать, пожалуйста. У нас планов очень-очень много на самом деле. И планы на лето, на осень, на зиму, они, по-моему, расписаны уже на каждую неделю. И в основном это как раз образовательные проекты и для детей, и для молодежи, и в программе «Эрасмус плюс», и в волонтерском движении. я хотела сказать о чем. Наши все идеи, как правило, они сначала носятся в воздухе, потом начинают чем-то обрастать своим, а затем некоторые мы решаем все-таки выводить на более серьезный уровень и садимся писать проект на конкурс, например, либо это в Европейский корпус солидарности, либо в наше национальное агентство по программе «Эрасмус плюс». И что здорово, видимо, мы все-таки хорошо их пишем, потому что на данный момент у нас в активе четыре проекта на этот год, где могут участвовать и молодые люди из Латвии от 18 лет и в волонтерских проектах, в том числе могут записаться к нам и в волонтеры по организации «Мэйского графа». Вот сейчас реально у молодых людей от 18 до 30 лет мы еще собираем команду. А куда обращаться, расскажите. Которая будет помогать нам делать «Мэйский граф» этого года. Плюс у нас будут образовательные проекты, молодежные обмены как в Латвии, так и в Грузии, на Кипре и снова в Латвии. И планов очень много, потому что, видимо, в этом мы сейчас нашли свой путь для развития, который большей частью ориентируется как раз на детей и на молодежь. Ирина... Я бы хотела, чтобы Наталья, как участница наших основных «Эрасмус-проектов», сказала два слова как раз об этом. И как она сама впервые вовлеклась. И где найти полезную информацию? Вот Наташа расскажет. Она у нас медиа-специалист, она учится на эту тему. Добрый день всем. Да, вот получается, я в этой организации уже с 2017 года, и как раз таки мой путь в этой организации начался с этих проектов, проектов «Эрасмус-плюс» и Европейского корпуса солидарности. То есть все начиналось с волонтерства и так называемого аниматорства в стране мандаринии и в майском графе. Вот. Мне удалось принять участие во многих «Эрасмус-проектах» и также мне удалось испытать свои навыки и знания в этих проектах в качестве участника, помощника, организатора, а также координатора проектов. И еще мне удалось научиться на практике в этом месте как раз таки вести публицистику нашей организации. чтобы попасть чтобы начать свой путь волонтера или активного молодого человека необходимо найти организацию например как мы альтернативная реальность которая будет помогать принять участие в таких проектах покажет весь этот разнообразие этих проектов также расскажет куда обращаться расскажите нам пожалуйста сразу к нам на сайт альтернатива.лв 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 там все наши проекты вкратце все а вот раз мы говорим сегодня есть свой сайт но это сайт посвященный конкретно майскому графу майеграф.лв то что касается всех проектов это на альтернативу мы говорим сегодня с вами о доброте о добрых делах о безвозбежном участии в каких-то вещах которые приносят людям радость о том как устроить праздник вот такой вопрос Наташа сказала что она впервые попала в проект в качестве волонтера для чтобы делать новогодние праздники для детских домов и деток из неблагополучных семей вот скажите что это за люди вот зачем им это нужно вот они вдруг в рождественские дни когда масса каких-то вечеринок когда домашние заботы у всех вот они идут и безвозмездно тратят свое время средства усилия для того чтобы устроить детям праздник вот зачем вам это нужно и что это за люди самые разные честно я не знаю зачем но видимо каждый находит в этом что-то свое я не проводила такой опрос ну ваш личный опыт с каждым годом таких людей в мандарине становится все больше если в этом году это была именно собранная волонтерская молодежная команда то в предыдущие годы до 50 человек 50 или даже больше человек волонтеров участвовало в создании проведения праздников так как это не один праздник а бывает это 10 12 или 14 елочек подряд на каждый праздник могли приходить разные люди разные волонтеры и каждый исполнял какую-то свою функцию то что ему ближе или то чему он хотел бы научиться ой у нас у нас из стекла по всей видимости закончилась сессия связи по скайпу мы благодарим наших гостей из организации альтернативная реальность они рассказали нам массу очень таких оптимистичных новостей это была Ирина Курпница руководитель альтернативной реальности это был Сергей Думбадзе организатор всех проектов Наталья Савина медиаспециалист тоже координатор проектов и Егор Беляев участник образовательных проектов Erasmus Plus и ментор проекта с ребятами инвалидами И программа наша посвящена помощи 10-летней девочке Селине Скудри которая живет в Бауске ей очень нужна операция на ногах стоимость операции 2950 евро и сейчас у нас осталось немножко времени возможно эта информация вам пригодится если у вас есть знакомые у которых детки с ДЦП или дети с проблемами опорно-двигательного аппарата то на сайте mechnews.lv в публикации про Селину есть подробная информация о клинике куда девочка отправляется потому что наши специалисты рекомендовали обратиться именно в эту клинику есть такой институт клинической реабилитологии который работает по методу Ульзибата Ульзибат это доктор Валерий Ульзибат руководитель и создатель этого института есть такой сайт ульзибат точка ру и это уникальная методика более 60 тысяч пациентов со всего мира уже прошли операции по этой методике и они ставят этих деток на ноги причем это очень щадящая и очень эффективная операция и клиника сотрудничает с реабилитационными центрами в основном по линии ДЦП как по всей России так в Европе в Азии в Америке вот ближайшие к нам если это не Россия то Чехия и Германия вот Селину берут берут в Чехии и мы очень надеемся что ребенок встанет на ножки и будет все хорошо потому что сейчас мышцы и сухожилия таким образом так стянуты что она она встать не может сделать шаг не может встать на ноги потому что она испытывает боли наша программа подходит к концу и мы напоминаем наш телефон 9306384 это 1 евро 42 центов в помощь замечательному ребенку который мы надеемся сможет благодаря этой операции благодаря нашей общей помощи встать на ноги и напоминаем что в гостях у нас сегодня были вот чуть-чуть раньше на несколько минут отключился у нас зум напоминаем что с нами была Ирина Курпница руководитель организации альтернативной реальность которая рассказала о празднике майский граф мы верим что в мае все-таки состоится этот фестиваль будем надеяться и будем думать посылать наши мечты туда-наверх чтобы все у нас нормализовалось а также с нами в студии были не в студии ну да в эфире были Сергей Думбадзе Наталья Савина и Егор Беляев также все участники организаторы проектов альтернативной реальности и вот я хочу еще процитировать одну фразу одну фразу Ирины тоже с ее странички к чему я точно не готова это отказываться от своих идей планов и мечт несмотря на несмотря ни на что планов и проектов вагон и маленькая тележка я продолжу в них верить потому что верить надо а иначе зачем вот нам очень понравились эти ее слова потому что действительно эта организация делает очень много хороших дел привлекает огромное количество хороших людей и как мы с вами знаем цепочка добра она очень простая одно за другое цепляется и происходят всякие вещи которые даже иногда можно назвать чудесами вот эти чудеса мы делаем своими руками как правило спасибо всем кто всем кто был с нами и на фейсбуке присоединяйтесь к нашей страничке кириллице русскими буквами зеленая лампа и смотрите мы вам предлагаем стать волонтерами нашей программы там будет информация и вот каждый ваш звоночек по нашему благотворительному телефону это тоже очень важное доброе хорошее волонтерское дело 93063 84 в следующий вторник в 12 часов встречаемся в эфире программу провели Ольга Авдевич и Рита Трушкина всего вам доброго до свидания вы слушаете радио болтком